Сегодня мы гордо называем Самару столицей космической, а на одной из ее центральных улиц стоит даже не просто копия, а настоящая ракета. А вот в советские времена такое и представить-то себе трудно. Это центральная проходная завода «Прогресс». Она, конечно, сильно изменилась с тех пор, как завод назывался государственным авиационным заводом номер один. Здесь, в его цехах, с 1958 года и рождались ракеты. Попасть сюда простому человеку просто невозможно, как сейчас, так и тогда, на заре космической эры. О том, что в Куйбышеве делали ракеты, скрывали и от чужих, и от своих. Весь мир знал Юрия Гагарина, но имена тех, кто здесь, на Земле, готовил звездные старты, оставались засекреченными. Я, однажды, до сих пор сожалею, что нам не разрешали ввести дневники. Можно было бы многое сейчас более детально вспомнить и отразить где-то. Ведь работы было много интересных. Но нам говорили, не-не-не, вы учтите, ваши все вещи проверяются. Проект «Самара. Первые в космосе» открывает забытые и даже неизвестные космические страницы истории Куйбышева. Мы покажем вам редкие архивные кадры, уникальные фотографии, рассекреченные документы и воспоминания тех, кто открывал космос для человечества. Первый выпуск программы смотрите в ближайшее время на телеканале «Самара. ГИС». Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.